Приветствую всех на канале Паянник ТВ Сегодня в этом видео мы рассмотрим свое внутреннее устройство осциллографа Проверим заявленные технические характеристики Что же, пришло время проникнуть в святую святых вовнутрь нашего осциллографа Итак, приступим Итак, что же мы с вами можем увидеть на нашей плате Ну, собственно, наши входы осциллографа А и Б каналы Далее за ними следует аттенюатор, построенный на реле Аттенюатор частотно компенсирован Здесь вот элементы емкости установлены Также вот с обратной стороны можно наблюдать защитные диоды Установлены и емкости нашего частотно компенсированного делителя Далее, насколько я понимаю, через мультиплексоры Вот они два мультиплексоры 40, 51 Это все поступает на сердце нашего измерительного комплекса Это АЦП АЦП называется AD9288 И оно производит измерения со скоростью 40 msps 40 миллионов 40 миллион симплс Выборок в секунду Оно двухканальное Каналы работают независимо Измеренные данные поступают на микроконтроллер Фирмы Cypress Perform Этот микроконтроллер обладает Полноценным высокоскоростным аппаратным интерфейсом USB И данные обработанные Поступают уже в компьютер Для отображения При помощи программного обеспечения Которое поступает вместе с данным прибором Что еще сказать ДДС генератор Собран На основе ПЛИС АЛЬТЕРА МАКС-2 Программируемая логическая Интегральная схема АЛЬТЕРА Вот она Значит Непосредственно выходной сигнал Формируется при помощи Цифроаналогового преобразователя На резисторах Вот вы видите ряд Р2Р схема Всем известная И далее Этот сигнал Сформированный Поступает на выходной усилитель Наш выходной усилитель Это операционный усилитель LMH66 Вот Он Rail-to-rail До 130 МГц Заявлена Его Пропускная Способность Вот Ну Ручки Регулирования Выходной амплитуды И Смещения Относительно 0 Мы Мы Уже Рассматривали Здесь Для каких-то целей Установлен Последовательно Параллельный Сдвигающий Регистр С Защёлкой Он Трёхстабильный С трёхстабильным Выходом Вот Этот Модуль Чёрный Судя по Выводам Здесь Это Гальванический Развязанный Преобразователь Да То есть Он Формирует Гальванический Развязанное Питание Для того Чтобы Наш Компьютер И Цифровая Часть Не пострадала Ну Собственно По большому счёту О внутренностях Внутренней Устройстве Сказать Больше особо Нечего За исключением Того Что Если приглядеться Вот На задней стороне От флюса И Не знаю Будет ли влиять Это на работу Ну По крайней мере Мы всегда сможем Это дело исправить В дальнейшем И так Рассматривать Наши Характеристики Нашего Осциллографа Начнём мы С осциллографа Непосредственно Вот Убавим Яркости Поскольку Поскольку Наш ДДС Генератор Собран На независимой Плесени Да То есть Отдельно Нам Можно Им же и Воспользоваться Проверять Сравнивать Работоспособность Будем при помощи Моего осциллографа С 165А С полосой Пропусканием До 50 МГц На данный момент Мы с вами Наблюдаем Осциллограмму Синуса Вот Её будем рассматривать Поскольку До 20 МГц Заявлен только Синус Сейчас Частота 1 КГц Вот По осциллографу Мы с вами Можем увидеть Увидите Да вот Две клетки Период Занимает Развертка Сейчас Установлена У нас 500 МГц То есть Как бы Всё Всё В порядке Заявленная Полоса Пропусканием Нашего осциллографа Изначально Изначально Под сомнением Так Как Так Как Наши АЦП Выбирает Данные Со скоростью 40 МСПС Миллион Симплс Этого Мало То есть Если мы 40 МГц Разделим На 20 Получим Две Точки На период Синусоиды То есть Даже используя Интерполяцию Синус Х Я так полагаю Что мы не сможем Отобразить Ничего Толком Вот Думаю Что Китайцы Здесь Наврали Давайте Проверим Вот У нас Сейчас Чистота Один Килогерц Десять Килогерц Меняем Разверточку Вот Добавим Яркости Здесь Аналогичные Процедуры Произведем Вот Наблюдаем Мы с вами Десять Килогерц Переходим На сто Вот так Вот Амплитуда Держится Разворачиваем Сигнал Соответственно Здесь Проделываем То же самое Ну Что Пожалуйста Один Мегагерц Наблюдаем Наблюдаем Один Мегагерц Далее Далее Ну Допустим Будет Пусть это Пять Мегагерц Амплитуда Амплитуда Упала В программе Мы уже с вами видим Что верхушки Уже не прорисовываются Уже отвратительные Отвратительного вида Шестьдесят Шестьдесят пятый Еще показывает Далее Дадим Десять Десять Вот Такой маленький Вот кусочек Так Десять Видим Да Двенадцать Вот И вот Наша Граничная Частота Двенадцать Мегагерц На которой Наш дорогой Оциллограф Начинает Уже срываться Вот И показывать Вот такие Переходить На треугольнике То есть Если мы с вами Значит Разделим Сорок на двенадцать Да Получим Три То есть Уже Интерполяция Синус икс Уже Не с чего Устроить Периодически Она срывается Значит Если мы здесь Попросим Пятнадцать Сформировать Да Мегагерц Ну вот Вы Можете Лицезреть Какой Треугольник Мы с вами Наблюдаем Значит Значит Здесь Здесь Еще Пятнадцать Мегагерц Наш Оциллограф Держится Вот Синхронизируем Ну Как вы видите Уже Сигнал Прыгает И скачет Прыгает И скачет Синус Синус Нестабильный Ну И Давайте Максимально Зададим Частоту Это Двадцать Двадцать Мегагерц Сейчас Вы Наблюдаете Что происходит С Оциллографом Ну Тут уже Вероятно Не тянет Сам генератор Наш Дорогой ДДС Вот Он просто Срывается Его работа Какие Можно сделать Выводы Наш Оциллограф Цифровой Да Более Менее Прилично Отображает Сигналы В Пределе До Десяти Мегагерц Поговорим О Генераторе Ну Из Предыдущего Фрагмента Вы Уже Поняли Что На предельных На предельных Частотах Наш генератор Работает Работает Не Совсем Корректно Сейчас Я подключаю Оциллограф Так Есть Выход Выход И так Это Мегагерц Это Мегагерц Это 10 Это 10 По Непонятным Причинам Кстати Оциллограф Показывает Дискретизацию 48 Мегагерц Найдем Наш Сигнал И Вот По Максимуму Мы Видим Как упала Амплитуда И Сигнал Качается Синус Искажу Это Предельное Предельное Значение Так Это Прямоугольник Прямоугольный Сигнал Вот Вы видите 2 МГц В каком виде Он предстает На дисплее Далее Треугольник Более-менее Приличная 2 МГц Далее Пила 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 Нарастающая Нарастающая Пила И Пила Пила Спадающая В Обратном Направлении Также Пульсирует Дергается Ну Что Мы хотим От Китайского Генератора Это Это У нас 100 КГц Более-менее Приличный Вид Убавим Яркость Вот Мы Наблюдаем Пилу На 100 КГц Так Здесь У нас Пожалуйста Ну Более-менее Выводы Выводы По поводу Генератора Ну Что Можно сказать Не Используя Максимальные Пределы Возможности Им Вполне Можно пользоваться В области Звуковых Частот Ну Я думаю Что Будет Полезен Наконец-то Добрались Мы с вами До Анализатора Спектра Единственная Надежда У меня была На него Но К сожалению И здесь Не обошлось Без Ошибок Ну Давайте Попытаемся Настроить Включаем Наш Вот Включаем Наш Оциллограф Примерно Вольт Примерно Миллисекунда Выход Есть Да Частотомера У меня К сожалению Нет Я им не пользуюсь Поэтому Будем проверять Частоту По Оциллографу Контролировать Выставляем Уровень 0 Вот В принципе Тут Что-то Около Вольта Размах Сейчас Подправим Ну вот Да Амплитуда 2 вольта Размах 2 вольта Амплитуда Вольт Теперь Увидим Это все На нашем Оциллографе Аналоговом Выставим Середину Вот Синхронизируемся Ну вот Примерно Ну вот Примерно Похоже Правда Немножечко Вот так Вот смещен Центр Так Ну все Видимо Да Один килогерц Синус Все мы видим С вами Значит У нас Цена Деление Полмиллисекунды Прекрасно Видно Что На клетку Значит Период Занимает 2 клеточки Вот Здесь У нас Один килогерц Переключаемся На спектр Анализатор спектра Видим Иголочку Вот Развернем Немножечко Нашу Сетку Поменяем Поменяем Цену Деление Клетки Так Амплитуда Повыше Чтоб Видно Было Ну вот Примерно Вот наша Иголка На частоте Вот он Один килогерц Где-то Тут Почти Бро Ну давайте Теперь Подадим 10 10 килогерц 10 килогерц Иголка Убежала вправо Как бы мы на этого и ждали, 10 кГц, период занимает те же две клеточки, те же две клеточки, 10 кГц, 10 кГц, 100 кГц, и вот, вы можете убедиться, иголка, вместо того, чтобы продвигаться вправо по шкале частоты, она у нас ушла влево, куда-то, ужасно неудобно здесь, вот, и вот, показывает, что порядка 20 Гц, дело все в том, как оказалось, я долго очень мучился, гадал, в чем же проблема, как оказалось, вот, вы можете наблюдать 100 кГц, период две клетки, 5 мкс у нас, 5 мкс период, как выяснилось, осциллограф, анализатор спектра, не переключает частоту дискретизации, да, она у нас осталась 100 кГц, должна уже быть больше, для этого предпринято следующие, значит, выключение, включение DDS генератора нам не помогает, никакие настройки, перестройки здесь ничего у нас не меняют, для этого нам приходится вот здесь вот, почему-то в осциллографе, да, вот, в этой вкладке осциллографа, изменять развертку, добиваться отображения адекватного сигнала, тогда, вот, как вы видите, в правом нижнем углу, симпл переключился на 16 МГц, и теперь в спектральном анализаторе мы с вами увидим иголочку нашу, вот, конкретно на 100 кГц, вот, почти, он почти попал, красота прям была, все по нолям, вот, как вы можете наблюдать, 100 кГц ровно, ну, вот эта заморочка с переключением частоты дискретизации, она, конечно, она, конечно, мешает, вот, ну, что делать за такие деньги, такого качества прибор, ну, большего от него желать и нельзя, пол мегагерца, иголка ушла вправо, ну, как будто бы пока все нормально, дискретизация нас устраивает, вот, 500 кГц, ну и отлично, ну и отлично, осциллограф наш показывает, вот, немножечко тут у него, развернем ему амплитуды добавим, ага, вот, таким макаром, вот, это 500, значит, период занимает 4 клетки, и получается 2 микросекунды, 2 микросекунды, откроем калькулятор, 0, 0, 0, 2, вот, как вы видите, мы проверили, что частота действительно составляет порядка 500 кГц с той точностью измерений, которую нам может дать наш осциллограф, вот, сам анализатор и непосредственно наш осциллограф, он верно измеряет, верно измеряет частоту, здесь все у нас нормально, да, вот, я сейчас немножечко добавил разверточку, вот, крутанул, и увидели, наша дискретизация переключилась на 48 МГц, ну, уже предел, почему 48 МГц, я не знаю, для меня это непонятно, постольку, поскольку максимальная дискретизация нашего АЦП 40 МГц всего, ну, да, что от китайцев не дождешься, вот, и что, и что, и что тут у нас получилось, вот наша иголочка, и она нам показывает, все правильно, да, ну, порядка 500, вот, вот так, устанавливаем МГц, МГц, вот, МГц, сузим окошко, и вот он примерно, наш МГц выпал, ну, можно тут поиграться с окошками весовыми, да, вот, различные, посмотреть варианты подавления вот этих вот пиков, да, это все в предыдущем видео мы рассматривали, Хемминг, Блэкман, Кайзер, окно Кайзера, вот, таким макаром выглядит, ну, что, давайте 5 МГц, 5 МГц, иголочка ушла вправо, да, это Бог, да, это Бог, да, ну, уже заметно амплитуда падает, ну, давайте развернем разверточку нашу, так, вот, добавим яркости, еще я переключил переключатели развертки с единицы в множитель на 0,1, то есть теперь я должен указать не 2 микросекунды, а 200 мили микро наносекунд, это будет 3 0, еще 3 0, мили микро и двойка, 200 нано, частота ровным счетом 5 МГц, отлично, добавляем сюда еще 0, 1 и получаем 10, иголочка убежала вправо, вот вы видите наверху, да, находим ее и наблюдаем с вами 10 МГц, 10, 10 МГц, так, немножечко амплитуду добавим, вот так, синхронизируемся, итак, наблюдаем мы сейчас с вами сигнал, вот, на сциллографе аналогом он уже у нас начинает, 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 немножечко качаться, так, частота, значит, как вы можете заметить, период занимает две клеточки, да, от вершины до вершины, у нас с вами разверточка стоит на пределе 500 наносекунд, две клеточки, значит, умножаем на 2, и поскольку у нас умножитель 0,1, ну и умножим на этот умножитель и получаем с вами, значит, длительность периода 100 наносекунд, единицу делим на период и получаем с вами, получаем нашу частоту в 10 МГц, сходится, повысим ставки 15 МГц, так, добавим усиление, чистота падает, ну вот, ну тут уже, грубо говоря, нечего и усиливать, так, вот так, значит, это 15 МГц, 15 МГц, как вы можете заметить, от вершины до вершины, 3,5, да, если примерно так, 3,5 где-то клеточки, 3,5. Вот опять, а наш цифровой цифровой, забыл, бедолага, дискретизацию переключить, но мы ему поможем, вот, я удивился, думаю, одна миллисекунда, ну да такой прям синус красивый, ну откуда же он взялся, вот, оказывается, мы просто здесь с вами не переключили дискретизацию, да, вот она, 48 МГц, вот, будьте любезны, какой-то красивый треугольник, показывает наш дорогой осциллограф, ну что делать, беда, беда, но обратимся к спектроанализатору, видим мы иголочку, у иголочки амплитуда опять упала, вот, на 15 МГц, сейчас немножечко развернем это дело, да, на 16 МГц, вот, и видим, да, вот они, наши 15 МГц, сейчас немножечко иголочку эту растянем по вертикали, ну да, да, нормально, показывает, так, на осциллографе синхронизация мне тут сорвалась, ничего, ничего, надо немножко ума дать, 65 МГц, ну, а дело за малым, дело за малым, даём, ну, допустим, 18 МГц, иголка вправо, находим, 18, ну, можно увеличить, пик, да, прекрасно, что у нас здесь на осциллографе, сигнал немножечко размытый, мы так добавим, ага, яркости немножечко, так, ну, посмотрим, у нас получается примерно, примерно, так, где-то 3 клеточки, 3 клеточки при развертке 200 наносекунд, считаем, так, сброс мили, микро, 200 наносекунд, умножаем на 3 клеточки, умножаем на нашу разверточку 0,1, получаем вот такое значение, оп, и чего-то мы не это самое, неправильно считаем, ошибка, так, ну, вот так развернём, чтобы лучше было прям, всё, достигли мы предела усиления нашего, пытаемся синхронизировать, значит, так, значит, так, вот, смотрите, от вершины до вершины, от вершины до вершины, примерно, раз, два, три, четыре, пять, где-то 5,5, 5,6, 5,5, 5,6 клеточек, 5,5 и 5,6 Ну, считаем 1,2,3 1 умножить на 5,6 умножить на 0,1 Получаем вот такое число Ну и примерно Потому что мы не совсем точно отмерили количество клеток Получаем вот такое значение близкое к нашему к заданному Ну, давайте немножечко так вот еще перемеряем Перепроверим Перепроверим Значит, нам нужно точно, поточнее определить количество клеток Количество клеток Значит, грубо 200 Пять Примерно Пять Значит Две Это 2,3, да? 5,6 2,8 2,8 2,8, да? Две клетки и восемь десятых Значит, по ослографу по аналогу 2,8 клеточки мы с вами видим Теперь Теперь мы нашу развертку 200 нс мили микро нано умножаем на 2 и восемь клетки и умножаем на множитель развертки 0,1 Получаем вот такое число и находим обратно То есть, ну почти мы с точностью которая нам доступна практически вот эти 18 МГц которые вот мы с вами видим Вот мы с вами видим наш бедный осциллограф он уже ничего не считает для него это Филькина грамота то есть, ни в какой-то точности ни в каких-то измерениях вот идти разговор не может Итак 18 МГц 18 МГц нами осилены Ну давайте теперь максимум зададим 20 и вот на 20 на 20 налетим наш сигнал начинает танцевать вот такой вот танец Включим выключим ну ничего тут не помогает Примерно примерно прикинуть частоту 2,5 клетки да, так если совсем примерно вот посчитаем 2,5 на развертке 2,5 секунды 200 умножить на 2,5 умножить на умножить развертки 5 20 в принципе верно но вот такой вот результирующий сигнал мы получаем на выходе нашего генератора и как я думаю такой сигнал применить где-то уже не получится ибо стабильность его равняется нулю ну и обратимся к нашему анализатору будьте любезны на 20 мегагерцах мы с вами видим вот иголочку работает даже есть вот небольшой запас а не не пойти ли нам вабанг не пойти ли нам вабанг ну и двинуть ему 29 мегагерц а что скажет нам программа просто ради интереса 29 frequency must between понятно частота может лежать в диапазоне от 0 до 20 миллионов герц окей это очень даже интересно хоть она лежать и может в диапазоне но чего-то тут произошло что-то отцогров показывает появились интересные иголки на 12 19 на 3 мегагерц так ну 29 явно он не тянет пробуем 25 оп а 25 то вполне 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 ну к сожалению 25 25 25 25 да ну вот 23 мегагерца это то что он может показать ну-ка если я здесь поменяю на троечку да 23 мегагерца это предел нашего спектурального анализатора причем здесь вот я вижу уже полезные какие-то 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 прибор работает на пределе своих возможностей на пределе на нашем аналоговом осциллографе что тут можно увидеть вот ну а здесь просто танцы просто танцы просто танцы ну примерно 2 2 2 и 2 клетки 2 и 2 клетки если так в грубом что это получится правильно я увидел неправильно 2 и 2 клетки у нас разрешение тоже разверка точнее 2 умножить на 2 и 2 и умножить да как вы видите максимальная частота по синусоиде которую мы смогли с вами выдавить из нашего генератора это порядка 23 МГц да ну вот примерно не точно замерив период на 65 мы вот получили значение 22,7 МГц то есть ну это вполне похоже вполне похоже на 23 МГц вот таков вот таков наш анализатор спектра на этом все я благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал Паямник ТВ всего вам хорошего до свидания не до свидания на до свидания